Дорога молодым Дорога очень изменилась в лучшую сторону, нужно это признать. Но вот региональные и местные, городские и сельские дороги – просто направление. Уж я не говорю о дворовых территориях. Я давно за рулем, но по-прежнему каждый раз восхищаюсь пешеходами, которым приходится не сладко на дороге. Само понятие дорога – это проложенный путь, который ведет к цели. Хорошо, когда он гладкий, широкий, прочный, но ведь, как правило, он извилистый, а иногда и вообще его не предложено. Либо тупик, либо сам ищи новый горизонт. Это свой путь. Многие успешные люди, кстати, выбрали именно такой вариант. С рисками, но и с перспективой. Дорога к цели, к мечте, храму, путь по воде, земле, воздуху. Сплошное разнообразие. Объединяет все эти темы общее понятие движения и линейности. А движение – не что иное, как соотношение пространства и времени. Это связь прошлого, настоящего и будущего. Нас с вами еще в школе учили, что между двумя точками можно провести прямую и только одну. Исходя из этой логики, наше будущее предопределено. Путь, по сути, намечен. В любом случае, как только появляется официальная массовая дорога, появляются и правила движения. Это тоже нужно учитывать. Молодость не имеет опыта, но имеет дерзость, энергию и возможность поставить новую точку в пространстве, которая дает шанс позитивному развитию. Дорогу молодым. Молодежь дает настроение. Драйв. Должна стать локомотивом на пути к мечте и качественно другому будущему. Актуальной снова становится тема человеческого капитала. Конечно, в нашей стране нужно отдать должное. Реализуется целый спектр эффективных мер поддержки, которые улучшают демографию. Но, к сожалению, занимаясь иногда только количеством, а не качеством человеческого капитала, мы мастим себе дорогу в небытие. Каких детей вырастим, так и проживем. Развитие – это качественное изменение. Может, к лучшему, а может и наоборот. На повестке остро стоит вопрос воспитания молодого поколения. Ведь главное – то, о чем вы думаете, что в голове, какие сигналы вы даете своему телу и окружающему миру. Тот, кто сегодня родился, завтра будет обеспечивать нашу старость. Вокруг в заявлениях и громких посылах сегодня преобладает грамотное применение социологии. Но ведь людей не обманешь. Сегодня путь к мечте стал быстрым и доступным. Развитие программ внутренней мобильности, поощрение миграции между деревней и районным центром, регионом и столицей, развитие системы ЕГЭ – единых баз данных трудоустройства – объединяет страну, делает путь к мечте стремительнее. Но все же сегодня система оценки знаний стала очень формализованной. Экзамен стал не просто проверкой качества знаний, а наказанием, стрессом и даже квестом. Конечно, сравнивая с тем, что было не так давно, прогресс существенно налицо. Но ведь мы сравниваем не с тем, что было, и живем не от страха, что будет еще хуже. Ориентируемся на мечту, как нужно. Помни, что было, и делай, как надо. Это важно. Благодарю за ваш интерес к нашим темам. По вашей просьбе я размещу тексты лекций у себя на странице ВКонтакте, следуя идее Льва Николаевича Толстого без авторского права. Читайте, думайте, выбирайте свой путь. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова